Всем привет! Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для охотника с Алиэкспресс. Берета всегда уделяла полуавтоматическим дробовикам большое внимание, при том что она, в отличие от Бенели, умела делать великолепные двуствольные ружья. Полуавтоматы от Береты продуманы по конструкции, и имеют неплохой внешний вид, а также отличаются завидным ресурсом, так как изначально предназначены для охоты и спорта. К сожалению в ближайшее время, судя по всему, цены на ружье всех итальянских компаний заметно поднимутся, и аргумент, что Берета выпустила сравнительно недорогое полуавтоматическое ружье, в контексте сегодняшнего положения вещей уже применить нельзя. Ну а кроме этого аргумента, А-400 интересная модель не только для покупки, но и для простого знакомства. Что же интересного предложила компания, в новой модели Берета А-400. Начнем с традиционных вещей. Прежде всего это хромолебденовая сталь, которая с одной стороны почти не ржавеет, с другой ствол после криогенной обработки может стрелять, и стальной дробью. Для нас это не столь актуально, а в Европе, как пишут в журналах, это имеет широкое распространение. У ствола сменные сужения, набор которых идет в комплекте. Коробка традиционно легкосплавная. На мой взгляд, это трудно считать плюсом, никаких особых преимуществ, кроме удешевления производств, это не дает, а на конечной цене мы этого все равно не ощущаем, всю разницу съедает бренд. Так вот, это не хорошо и не плохо, просто это есть, и вряд ли какая, либо оружейная компания вернется сегодня к стальной коробке, хотя конечно жаль. Затвор поворотный, что несколько необычно для современных газоотводных систем. Как, то так получилось, что газоотводки стали делать с клиновым запиранием, а поворот закрепился за инерционными системами. Возможно ИС, за того что для его работы нужно меньше энергии, и запирание это более равномерно. Но так или иначе, Аберета А-400 имеет затвор, запирающийся на ствол поворотом личинки. Кстати, особенностью стволов с поворотной личинкой, является отсутствие хвостовика ствола, который входит в коробку, ведь личинка заходит прямо в ствол, а хвостовик традиционно используют для запирания на клин. У А-400 хвостовик есть, на нем расположен отражатель гильз. Это кстати еще один камешек в огород тех, кто доказывает, что легкосплавные коробки ничем не уступают стальным. Уступают. Нагруженные детали в виде отражателя в них ставить не рекомендуется. При этом система оснащена, как говорит компания-производитель, новым высокоэффективным газоотводным механизмом, с коротким ходом поршня. Конструкция поршня интересна, имеет гребчатый поясок, который, с одной стороны, увеличивает надежность работы системы, с другой самоочищает ее. Конечно самоочищение в этом случае надо рассматривать, как удаление лишнего нагара при стрельбе, а не как призыв не чистить газоотвод. Саморегулируемая система газоотвода способна работать с навесками, от 24 до 64 грамм. Другими словами ружью совершенно все равно, какими патронами вы стреляете, главное чтобы они были 12-го калибра. Перенастраивать ничего не нужно. Новая система перезарядки работает на треть быстрее, чем у других полуавтоматов, включая другие береты. Ее назвали вспышка, мигание. С этой системой, ружье способно стрелять, со скоростью 4 выстрела в секунду, то есть боезапасу А-400 на 1 секунду охоты. Прицельные приспособления классические, вентилируемая планка и красная оптиковолоконная мушка, на планку нанесено антибликовое рифление. Много внимания конструкторы уделили борьбе с одачей. Ружье оснащено, не только очень приятным резиновым и не цепляющимся амортизатором, но и гидравлической системой гашения одачи киков, практически как на автомобильных амортизаторах. Вообще эта борьба с одачей мне не очень понятна. Конечно уменьшение веса, и применение магнум патронов пагубно сказывается на переносимости одачи, но когда нужны эти магнум патроны? Обычный 12-й калибр на полуавтомате переносится, вполне комфортно, как мне кажется. Все это только усложняет и удорожает оружие. Конструкторы обещают снижение одачи в новой системе, до 50%. Сам приклад и цевьё сделаны из приятного на ощупь пластика, в местах хвата размещена насечка грипп чекеринг, которая не позволяет руке соскользнуть и потерять контроль над оружием. В общем и целом оружие очень эргономично, и удобно в использовании, все сделано для жесткой и долгой эксплуатации, практически в любых условиях с минимальным уходом. Что касается органов управления, то они расположены традиционно, рукоятка управления затвором сдвинута немного назад, она небольшая, но цепкая. Предохранитель крупный, расположен перед спусковой скобой, при этом он легкий и почти бесшумный, удобный как в работе с перчатками, так и без них. Кнопка сброса затворной задержки расположена, также традиционно справа в передней части коробки, отсечки патронов нет, а жаль, тем более что сегодня это стало практически нормой. Спортсменам это может быть и не нужно, но охотникам бывает полезно, если надо быстро сменить тип патрона. Изюминкой ружья А-400, является новая система Ганпад, работающая в паре с фирменным приложением Берета. Это приложение позволяет связать ружье со смартфоном через блютуз. Да, итальянцы тоже решили зашить в свое ружье электронику, но сделали это максимально традиционно. Собственно наличие в ружье электроники выдает, только загорающийся индикатор на рукоятке снизу. Очень стильно и незаметно. Весь функционал заложен в приложении к смартфону, управление и получение данных только через него. По заявлению производителя ружье, постоянно ведет отсчет выстрелов и их характеристики. Причем считать выстрелы оно может и севшим аккумулятором, и вовсе без него. Мы впервые получили, если можно так сказать, спидометр на ружье, теперь можно отслеживать ресурс оружия. А охотник получил возможность, постоянно вести журнал стрельбы из своего ружья, причем как с привязкой к мощности патрона, так и с привязкой к местности. Добавляя добытую дичь, можно получить уже и научные данные от каждого охотника. Например, где добыта та или иная птица, особенно если она оказалась окольцованной. Как и в любой системе со сбором данных, выводы могут быть очень интересные и ценные. В любом случае виден, профессиональный подход, в применении новых технологий для сбора данных, а не просто прикрепление некоего монитора, к оружию с трудностями в объяснении, зачем это было сделано. Такое впечатление производит ружье, пожалуй ярких впечатлений нет. Но оружие добротное, применены новые технологии и материалы. Видно, что конструкторы, хотели решить ряд узких мест, опробовать новые пути в газовом двигателе, но вот насколько это эффективно и насколько будет надежно работать, говорить рано. Радует, что без перенастройки можно стрелять любыми патронами. На тестах, как пишут, оружие стреляет без проблем патронами с навеской, 24 грамма отличный показатель. Хорошо стреляет супермагнумами, но это на тестах, с небольшим настрелом. Интересно, как оружие себя покажет на охоте и на стенде при длительной эксплуатации и больших настрелах. Не вскроются ли какие, либо детские болезни? Отдельно хочется опечалиться ценой. Сейчас, когда пишется эта статья, ружье стоит 230 тысяч рублей и вряд ли станет сильно дешевле, а ведь изначально оно планировалось как доступное. Впрочем, среди берет оно одно из доступных. Какие выводы делают те, кто смог пострелять из этого оружия? Прежде всего они отмечают комфортную отдачу, небольшой подброс и возможность стрелять любыми патронами, в том числе в перемешку. Это существенный плюс. Небольшое загрязнение газоотвода, но чистить его легко. Отдельно указывают, что оружие просто разбирается и собирается. Отказов и поломок не было, но и настрелы пока невелики. Стоит ли брать его первым ружьем? Скоро этот вопрос отпадет сам собой, ибо первым оружием с июля для всех новичков, станет переломка. Именно поэтому пока не ждать два года потом. Ружье А-400 унаследовало компенсационный клапан от предыдущей модели А-390. Напомним, что именно на А-390 появилась эта замечательная деталь, которая позволила стрелять любыми патронами, без перенастройки системы. Ранее при смене боеприпасов с обычных на магнум требовалось, или менять пружину или вводить какие, либо другие элементы. Новая система позволила отказаться от этого, и стрелять любыми патронами надежно, или без опасения повредить оружие. Интересным вариантом комплектации Беретта А-400, является система гашения отдачи киси-уф, расположенная не между прикладом и плечом стрелка, как обычно, а между шейкой приклада и самим прикладом. Что это дает? Вспомните ощущение, когда приклад при отдаче резко смещается назад и бьет не только в плечо, но и в скулу. Так вот размещение амортизирующего элемента сразу за шейкой, позволило добиться того, что ружье при выстреле смещается назад, а вот сам приклад нет. Большая часть отдачи гасится именно вставкой, между прикладом и шейкой приклада. По отзывам стрелков, такой элемент существенно снижает восприятие отдачи и положительно сказывается на точности стрельбы. По заявлениям поставщиков, Беретта А-400 сконструирована, специально для российского охотника, и учитывает особенности эксплуатации у нас, включая особенности климата и менталитета. Оружие поставляется в фирменном пластиковом кейсе в комплекте, со сменными чоками. Не забудь подписаться на канал. И ставь лайк если видео было полезным.